Всем большой Лига Чемпионский футбол, друзья, с вами Фива Прогноз, как обычно, мы Роман Пленсков и Александр Дегтярев. Саня, как обычно, мы давно с тобой не виделись. Обожаю это работать. Да, на днях у нас отыграли матчи первой Лиги Чемпионов, как помните, мы анонсировали то, что PSG пройдет Реал со счетом 2-0, увы, это не так. Впрочем, ничего нового. Увы, Реал обыграл PSG со счетом 3-1, но сегодня, друзья, мы постараемся сделать вот прям точный прогноз, потому что мы убрали тот самый ненавистный Xbox 360. С урезанными составами, с плохими геймпадами и перешли мы, друзья, на PlayStation 4. Вау! Вау! Давай порекламируем сейчас Sony. На самую лучшую консоль в мире, друзья. Ну, конечно. Сегодня у нас в Севилье Манчестер Юнайтед и Александр, как обычно, ставочки. Е-ей! Ну что, по ставкам я тебя, как всегда, выиграю. Посмотрим. На Манчестер Юнайтед букмекеры сильно ставить не хотят, и в целом ставки колеблются от 2.40 у Бет-Сити до 2.57 у Олимп и 1Х Бета. Ну, а на Севилье котировки еще выше. Тут в целом от 2.90 на фонбете до 3.06 у того же 1Х Бета. Ну, а на ничейку порядка 3.30. В целом, ничья здесь выглядит достаточно интересным исходом и коэффициент достаточно неплохой. Здесь у нас ничьей не будет в любом случае. А вдруг? Ну, я так думаю. Ну, посмотрим, как будет. В общем, коэффициенты сочные. Есть на что ставить, есть чем побаловать свой кошелек, по сути. Итак, Севилье Манчестер Юнайтед, Лига Чемпионов, 1-8 финала. Поехали! Я всегда начинаю с атаки. Ну, ты же дома. Да. А я за каких-то ноунеймах в темных футболках. За олимпийских атлетах из России. На, в сайт тебе на первых минутах опасно. Вообще. Испугался? Вы испугались? Нет. Понимаешь, о чем я говорю. Удар! Начинаем не очень здраво на самом деле. Да, это как всегда. Ты вспомни прошлые игры. 3-0. Победила сборная России, хозяйка чемпионата мира. Матч у нас закончится со счетом 1-3 в пользу Латцева. 4-1. И снова победил я. И это не добавляет объективности нашим прогнозам. Ну вот что это такое? Это офсайт. Справедливое решение судьи. Александр, что ты правил? Ты же, кстати, был вроде на матче Манчестер-Юнате, да? С ЦСКА когда они играют? Да, это было в этом розыгрыше Лиги чемпионов, когда на стадионе Латок-Арена ЦСКА проиграл. Латок-Арена? Латок-Арена, да, их называют сейчас именно так. Тебе не напоминает стадион ЦСКА кошачий латок? Ну, что-то похоже. Вот, раньше их называли Унитаз-Арена, а теперь это Латок-Арена, и это больше подходит. Ну и не так уничижительно, знаешь. А что я делаю? Распасовки в стиле... Без стиля. В стиле собачки. Ромелу, братушка, подавай. Топово, топово, просто. Но это лучший вообще игрок, который может навешивать. Самое главное, на кого там Джесси Лингард, по-моему, был. Метр семьдесят восемь роста. Вот, я чем люблю всякие эти футбольные топы, то, что там каждый день какой-то рекорд. Вот антирекорд поставил Кларанс Зейдорф, то, что он первый голландец, который проиграл дебютный матч в Ла-Лиге. А кого он тренирует? А, черт его знает. Обожаю мертвых испанцев. Что вам? Чему я тебе сказал? Заменку сделать. Рома, дай заменку. Жадной. И гол! Тридцать пятая минута. Бен Юдер, на. На, на. Боль, боль, пошла боль. У меня дизмораль сейчас. FIFA не будет хотеть, чтобы я выигрывал. Это должно было когда-то случиться. Это потому, что матов ворол. В этом матче, видишь, я сегодня первый забил. Это как, когда Гейнич сказал, когда играл Ювентус с Тоттенхэмом. Если, говорит, Ювентус забивает первым и не пропускает, то он выигрывает. Да ладно! Да ладно! Да ладно! Да ладно! Ну, пошли, ребята, ну вот что? Ну, чтоб тебя остановить, Юва. Е-е-е, бой! Это мой баскский мальчуган. Что ты? И на дудеть дудец, и футбол игрец. Что ты? Мистер дудец. Перерыв, 1-1, второй тайм начнем, получается, с начала. Как с начала? Есть по 5 ударов и по 3 ударов створ. Ну, равная статистика, только владение у тебя побольше. У меня только один. Джесси! Опа! Блин, Рико делает вещи, на самом деле, а? Это вот был прям классический Dehia style. Ну, сейчас-то нет. Это вот Akin Fee style. Не решил. Что это было? Он поставил мяч, отошел на два шага, потом ударил. Ты заметил, да, у меня во втором тайме еще ни одного момента нет? Я вообще выйти из своей половины поля нормально не могу. И мяч отнять не могу. Что происходит вообще? Ой-ой-ой! Вот это разыгровочка, братан, нормально было. Разыгровочкой подачи просто сделал. Разыгровочка. Я тебя, как всегда, выиграю. Эта система была такая. Система, понимаешь? Ты не системный игрок. Кто это? Нолито? Нолито. Господа, к столу. Тут нолито. Тут нолито, да. Андререра, спаситель мой, побежал. Что, вот где? Прибежал. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Как детей, емое. Опа! 3-1! Я тебя, как всегда, выиграю. М-да. Дизмораль подъехала, пацаны. Просто вот фура с дизморалью сейчас к моей штрафной подъезжает такая и вываливается. Вы что, идиоты, что ли? Да сколько вы ж булочек меня еще будете, уроды! А момент-то был. Чуть-чуть пораньше бы и было вообще идеально. Но по передачам Эрера делать больше. На один процент целый. Чем кто? Чем Мата? Чем Бонега. Че это было? Это был подкат чистый влячик. Что, все? 3-1! Я надеюсь, звук не записался. Записался. Все записался. Так, друзья, счет 3-1. Севилья одерживает победу дома над Манчестерем Юнайтед. Я вдвойне плакать готов, потому что проиграл МЮ, проиграл я, и это нереальная ставка. Не выиграет Севилья дома. А на Севилью сколько у нас там ставят? По-моему, что-то типа 3-50. Ну, 3-0-6. Да, 3-0-6. В общем, если хотите заработать, то верьте нашему прогнозу. Если не хотите, то зарабатывайте. Тоже верьте. Тоже верьте нашему прогнозу, да. Но в целом, я думаю, стоит ставить против того, как мы сыграли, потому что я не верю в то, что Манчестер Юнайтер в Лиге Чемпионов хоть и в гостях, но проиграет. Тем более, ну, не со счетом 3-1. Ну да, ну посмотрим, как будет. Наш прогноз такой, то что Севилья дома одержит победу со счетом 3-1. Да. Александр Дегтярев, Роман Поленсков для вас ввели эту программу. Мы увидимся на следующей неделе. Там тоже будут очень интересные и вкусные матчи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok